В чем главная опасность секты свидетелей Иеговы? Опасность в самой факте секты. Плохо, когда семья, родные не умеют вместе сесть за стол. Плохо, когда в большой празднике каждый по одному, а семья не собирается. Плохо, когда одинокий человек умирает, а родные даже об этом не хотят знать. Плохо это, так не должно быть. А православие, церковь – это семья, духовная семья Небесного Отца. В семье не может быть сект расколов и делений. В семье бывают все разные, не все идеальные, но все стремятся любить друг друга и хранить единство. Зло в самой секте, в самом факте разделения. А уж России на сегодняшний день как никогда нужно единство, единство, собраться всем вместе в один мощный и крепкий кулак. Как никогда. Нам не нужны секты. Мы не судим их, этих людей, и зла не желаем. Вот я про себя сейчас говорю, но только говорим, нам нужно единство, нам нужна любовь, а не разделение. Мы много делились уже за свою историю, и мы знаем, чем это заканчивалось. Когда русские князья разделились, внешне, не отрекаясь от православия, баты пришел и всех под топор положил. Было? Было. Было. Когда Россия разделилась на говорящих на французском языке, ходящих в французской одежде дворян и на остальных людей, мы помним, Наполеон пришел и что он творил. Слава Богу, смогли соединиться, поэтому выдержали этот натиск. Мы делились, добром не заканчивалось. Вот я, скажем, предположим, не хотел бы судить конкретного человека, той или иной секта принадлежащего, но хочу сказать о сектах вообще. Разве Христос Спаситель на тайный вечер, иди на смерть, с такой болью, не на эту тему говорил? Прибудьте в единстве, как я в отце и отец во мне, потому все узнают мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь, единство между собой. Это не слова Христа. Вот я человек в церкви. Я в церкви с 15 лет пришел, с 18 лет официально в церкви. Священником в этом году, вот 30 лет будет скоро. С церкви 40 лет уже официально тружусь. Я в церкви видел разных людей, от высоких чинов до малых, и среди них далеко не все святые, и я не святой. Вижу, сколько церковных людей зла творят в этом мире, все вижу. Но всех легче в моем месте. Как сделать? Встать в позу и всех осудить. А всех тяжелее научиться любить, так как Христос. Христос неужели нас с вами не видел? И видит, какие ведь мы на самом-то деле, когда нас никто не видит, он видит. И мы сейчас говорим о том, что мы это по соглашению. И дает нам, просим мы, и идет с нами, и вместе с нами наши слова и болячки берет в себе, дела наши решает. А ведь мы какие бываем, мы знаем про себя, чаще всего, не брезгуют нами. А сектантство – это признак гордости и брезгливости, деления. Все вы не так, не в ногу идете, я один иду в ногу. Это неправильно. Потом еще мы делаем не в самой секте иеговистов, а в сектантстве вообще в расколах. И потом, мои золотые, у меня есть опыт. Я очень много общался с сектантами, очень много. Не для галочки, не потому что я это видел сам. Мне хотелось понять людей. Знаете, что сами сектанты говорят? Вот крещение, например, совершается в секте баптистов. Какое-то, вообще не баптистов, скажем так. Знаете, кто принимает крещение? Вот они сами говорят. Одни и те же, которые из баптистов, адвентистов, адвентистов, яговистов, вот так и болтыхаются. Нигде ни с кем неуживаемые и со всеми конфликтующие. Это что такое секта? Это отстойник, куда стекается не лучшее. Вот это что ж такое. Это из опыта, говорю, то, что я увидел. И то, что искренне говорят руководители этих общин сектанских. Тоже сильное свидетельство, мне кажется. Поэтому вот в этом и зло.